Как удержать свой результат? Перекосить рацион или внедрить учет и контроль? Одна любопытная стратегия по удержанию себя в форме. Точнее, этих стратегий две. По статистике, если ты читаешь и смотришь мой канал, то уже знаешь, всего 5% похудевших сохраняют свою форму в долгосрочном режиме. Остальные успешно набирают сброшенные килограммы обратно и еще добавляют 2-5 килограмм сверху к своим запасам подкожного и висцерального жира. А мышц при этом все меньше и меньше. Последние полгода у меня было очень много перегрузок как жизненных, так и рабочих, и я устал от подсчета калорий. Даже сопротивление, определенное к этому процессу, внутреннее возникло. Я не взвешивался, не считал калорий. И несмотря на то, что у меня в неделю обычно не менее 6-8 тренировочных часов кардио, все равно начал набирать вес. Я довольно спокойно к этому отношусь, иногда нужен отдых от диеты, держаться в рамках от 78 до 84 килограмм, это для меня совершенно нормально. Но благодаря этому набору у меня возникло 2 интересных наблюдения, и я решил с тобой ими поделиться. Итак, первая стратегия удержания, это перекос в рационе. Максимум растительности, овощи, фрукты, максимум нежирного белка, птица, нежирное мясо, нежирная рыба, яйца, молочка, исключение калорийных напитков. И если этот максимум реально максимум, то есть действительно большие порции, и вес легко регулировать именно составом растительности. Как это делается? Удержание. Овощи и фрукты 50 на 50, плюс вкусняшки без излишеств. И тогда результат спокойно удерживается на том уровне, которого ты достиг. Если сушка, то овощи и фрукты перекашиваешь 70 на 30 и ограничиваешь вкусняшки, плюс следишь за уровнем насыщения и стараешься наедаться, но не переедать. В обоих стратегиях нужно сохранять высокий уровень активности. Выше 10-15 тысяч шагов в день и в идеале одна тренировка от 30 до 60 минут, пусть даже лайтовая. Вторая стратегия, это опять начинать считать. Как это ни удивительно, обычный учет рациона, то есть просто возвращение к подсчету калорий, даже без ограничения, автоматически снижает уровень потребления. А потом, если без истерики корректировать рацион, причем в тех же принципах, что и без подсчета, больше растительности, больше нежирного белка, аккуратное отношение к вкусностям и триггерным продуктам, то вес адекватно начинает идти вниз. Я наблюдал это на многих моих подопечных, просто устают от постоянного подсчета, уходят в отрыв, иногда набирают, иногда нет. Тут уже зависит от уровня активности. Но когда возвращаются к подсчету, все выравнивается и вес постепенно приходит в норму. И по опыту, именно подсчет делает диету гибче и комфортнее. Самое главное, не удариться в наказание себя за то, что обратно разжалел, и не пытаться похудеть быстро. Примерно по технологии RFL я ее в своем блоге описывал. Примерно по технологии RFL я ее в своем блоге описывал. Продолжение следует...